Сегодня у нас уже 23-й урок, и мы в двух предыдущих занятиях проходили артикли и использование их с ошибками. Но ещё хотелось бы пройти с вами одну небольшую, но интересную тему. Она называется у нас «Местоимение». Значит, рассмотрим, сколько у нас вообще, как она у нас, таблица, выглядит. Она делается у нас на единственное число, у нас вообще есть единственное число, пониже у нас множественное число. Всего у нас 4 вида местоимений. 2, то есть по теме, значит, 2 темы у местоимений, 2 по теме. Это безударные личные местоимения и ударные личные местоимения. Значит, безударные личные местоимения ещё 3 под темы. Подлежащее прямое дополнение в винительном падеже и косвенное дополнение в дательном падеже. А вот в ударном личном состоянии только один вид. Это косвенное дополнение. Ну, ещё у нас на число. Значит, повторим наше с вами местоимения, самые начальные. Теперь посмотрим ещё одно новое, прямое дополнение в винительном падеже. Значит, заметим, что у нас здесь объединяется несколько вот. Вот, к примеру, ИЛЬ, ЭЛЬ объединяется в ЛЕ. Вот оно объединяется так же. И так же ИЛЬ, ЭЛЬ объединяется, так, возьмём зелёненький, в другое, в ЛЕ. К примеру, в косвенном дополнении, в дательном падеже. А вот когда у нас будут ударные личные местоимения в косвенном дополнении, то оно у нас будет изменяться по-другому. Вот оно у нас изменится как ИЛЬ, ЭЛЬ в множественном числе мужского рода. ЭЛЬ перейдёт во множественное число, так же оно остаётся, как и было. Давайте с вами прочитаем эти таблицы. Теперь косвенное дополнение в дательном падеже. В множественном числе остаётся НУ, ВУ, ИЛЬ объединяется ВУ, ИЛЬ. Теперь рассмотрим последнюю нашу табличку, косвенное дополнение. МОА, я мне, я даю тебе, ТУА, я даю тебе же, ДОН, ТУА, я тебе что-то даю. ЛЮИ, он ему, ЭЛЬ, она ей, ну, ВУ остаётся, ИЛЬ переходит в ИКС, они, мальчики, им мы даём. ЭЛЬ, они, девочки, приходят, остаётся в такой же форме. Давайте запишем. Так же себе стрелочками любого цвета, но разного цвета, прорисуйте себе стрелочки, чтобы вы поняли, как оно объединяется. Можете вот то, что вот единственное число не писать, это понятно, что единственное число понятно, а множественное число тоже понятно. Это можете не писать. Расчерчиваем таблицу на три столбика, на четыре, на четыре столбца разделяем для начала, и подписываем вот сначала подлежащие, потом подлежащие, прямое дополнение падеж, потом косвенные дополнения, потом косвенные дополнения без падежа, и уже как бы потом на три столбика мы рисуем вот такую полоску и подписываем, что это безударные местоимения на три столбца, а на один столбец мы оставляем ударные личные местоимения, вот которые косвенные дополнения, без падежа. Ну, как-то так. И себе стрелки прорисовываем. Так, по времени даю вам три минуты, чтобы на это записать. Ну и продолжаем. А, вот мы не делаем. А, вот мы не делаем. А, вот мы не делаем. Субтитры создавал DimaTorzok Так, смотрите. Если кто сейчас присоединился, вы берете, скрините табличку себе, и потом после урока или сейчас, вот во время того, как пишут мы, вы записываете. Если вы не успеваете, допишите, как раз после урока у вас останется эта табличка в памяти вашего устройства. Ещё раз прочитаю. Je, я, подлежащие основные наши местоимения. Je, tu, il, elle, non, vous, il, elle. Теперь прямое дополнение в винительном падеже. Мо, tu, le, la, non, vous, les. Il, elle приходит в les. Множественное число объединяется. Косвенное дополнение в дательном падеже. У нас переходим. Ме, tu, lui, nous, vous, leur. Leur. Il, elle приходит в leur. Также прочитаем косвенное дополнение. Мо, toi, lui, elle, non, vous, x, elle. Il остается у нас, как оставалось подлежащими местами неосновные. Il переходит в O, u, x. Давайте ещё минутку, и мы продолжаем, чтобы дописать от человека, который только присоединится. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так. Соскринили, сделали, давайте дальше. Так, сейчас. Ага. Теперь у нас следующая тема. Артикли ошибки. Тема, которую мы проходили с вами на двух предыдущих уроках, в нашем предложении. Так, посмотрим седьмой вариант. После некоторых глаголов с предлогом «дю». К примеру, changer de, менять что-то, se tromper de, servir de, manquer de. К примеру, changer de voiture, поменять машину. Se tromper de chemin, ошибаться, ошибиться дорогой. Servir de preposition, служить предлогом. Manquer de temps, или d'un, 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 d'un. И с таящим перед существительным. Существительные теряют артикль de. Посмотрим примеры. Они у нас на следующем слайде. И потом их запишем. К примеру. Diversé perso, dans divers et d'un toi. Различные люди в разных местах. Второй пример. Certain difficulties, certain aspects. Некоторые трудности, некоторые какие-то аспекты. Третий пример. Plusieurs personnes, plusieurs étapes. Многие люди, многие этапы. Sur différents angles, dans différents sens. Под разными углами, в разных случаях. Значит, пример autre chose, глагол фразовый, autre chose, значение, что-то другое, используется без артикля. Запишите себе это в рамочку. За темой, которая вот седьмое, ой, восьмое, после некоторых прилагательных. И двоеточие. Сначала записываем вот эту тапличку. Я выделю фиолетовым, а мы запишите и выйдите ли ее в красную рамочку. Используется без артикля. Под словом chose не призумевается в предмет или факт. И вот так вот себе красненьким восклицательный знак поставьте. Двоеточие, потом восклицательный знак. Подальше. Je te parle d'autre chose. Я тебе говорю о другом. C'est autre chose. Это совсем другое. Je te parle d'autre chose de nouveau. Есть что-то новенькое, что-то другое. Да, давайте сейчас запишем. Вот первый слайд. Даю вам три минуты на него. И после этого второй слайд с примерами. И там тоже будет третий. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Айфон, у тебя вопрос. Айфон, у тебя включен микрофон. Ты что-то нам хотел сказать? Ясно. Да. Продолжение следует... 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 Артикль опускается в сочетании с прилагательным ту... Первое в единственном числе, в значении любой каждый... Второе... Чаще во множенном числе, в значении обобщения... Не каждая правда хороша, чтобы быть сказанной... Программа для любой публики, внедорожник... Продолжение следует... 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 Так, почему надо перелистывать? Так, перед существительным составом устойчивых глагольных выражений «Влахтур» «Деманды пардон» «Ошиваться, просить прощения» Список «Я вышел» в конце занятия в группу Перед названием месяцев и дней недели, перед словами «Вчера», «Сегодня», «Завтра» и «Ер», «Жуидимо» А также в обстоятельствах времени со словами «Дебю», «Фин», «Дебю», «Сентомбро», «Финоктомбро» В начале сентября, в конце октября Дописываем Субтитры создавал DimaTorzok 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 Так И последний у нас слайд Субтитры создавал DimaTorzok 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 Когда нейтрон сталкивается с ядром, происходит взрыв Дописываем, потом я вам кое-что расскажу Субтитры создавал DimaTorzok 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 То, что мы проходили, тоже будет у нас Значит, сами вот эти фразовые глаголы Которые у нас должны были быть Дематические, вернее, выражения Так, нет Вот, перед существительными Доставить точку глагольных выражений Я отправлю в течение дня весь этот список Постарайтесь их записать И подучить какие-то выражения Вот На сегодня все, merci pour votre attention, au revoir. Спасибо.